Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В преддверии Великого Поста в неделю о Страшном суде, в среду и пятницу литургия не совершается, а значит и не предусматривается евангельское чтение. А потому прочитаем и разберем подробнее евангельский отрывок, который мы слышали за вчерашней Божественной Литургией. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно ожидал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас и следовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, «Смерть ему! А отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство». Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! И так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Керенейнина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дещери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, «Падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и помертло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твою предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сошедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступила суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди. Преступника осужденного на распятие уводили из судебного зала и помещали в центр четырехугольника, по углам которого стояли четыре римских воина. После этого ему на плечи клали балку от креста или сам крест, на котором ему предстояло умереть, и вели его к месту казни. Впереди него шел еще один римский воин и нес дощечку с указанием вины осужденного. Так же поступили иудеи со Христом. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Лобное место, о котором идет речь в Евангелии, представляло собой небольшой холм, находившийся в то время вне городских стен Иерусалима. Он был похож на череп, наверное, поэтому и получил название Лобное место. Евангелист Лука приводит слова молитвы Господа за распинателей. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Римские воины, конечно, не знали, что они распинают сына Божия. Иудеи же, осудившие на смерть Господа, до такой степени были ослеплены своей злобой, что действительно не думали, что они распинают своего Мессию. Однако такое неведение, конечно, не могло оправдать их преступления, так как они были свидетелями проповеди и чудес Спасителя. Молитва Господа являет величие Его Духа и служит нам примером, чтобы и мы не мстили своим врагам, но молились за них. Когда осужденные были распяты, воины взяли одежды Христа и по установившемуся обычаю стали делить их между собой. Борис Ильич Гладков пишет, «Верхнюю одежду Иисуса Христа разодрали на четыре части, а нижнюю хитон не стали разрывать, потому что в нем не было швов, он был весь тканный. И согласились бросить о нем жребий, чтобы узнать, кому он достанется. Так и поступили. И в этом исполнилось пророчество Давида. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». По замечанию евангелиста, смерти Господа на кресте предшествовала тьма, покрывшая землю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Это было чудесное знамение, которое указывало на поразительное и необычайное событие – смерть возлюбленного Сына Божия. Архиепископ Оверки Таушев отмечает, «Видимо, эта тьма последовала вслед за глумлениями и насмешками над распятым Господом. Она же и прекратила эти глумления, вызвав то настроение в народе, о котором повествует Лука. И весь народ, сошедший на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Вслед за этим Господь громким голосом возгласил, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Голова его наклонилась, и он, предав свой дух, умер. Александр Павлович Лопухин поясняет, «Только один евангелист Лука приводит это восклицание Христа, представляющее собой повторение в несколько измененном виде слов 30-го псалма, «В твою руку предаю дух мой». Господь умирает с полным сознанием и Сам предает свой дух Богу, так как совершил все Ему порученное дело спасения. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, как умирающий Спаситель молит о своих врагах, погибающих от собственной жестокости и бессердечия, прося небесного Отца о помиловании и прощении безумцев. Стремясь спасти человека, вернуть его к Богу, Христос молит о тех, кто пока еще не знает раскаяния. Тем самым Он подает и нам пример высокой молитвы за обижающих нас. Примем же этот завет Господа всей душой, ибо исполнение его и есть свидетельство перед миром о том, что мы христиане. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи!